МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая мировая война. Немецкие солдаты заняли позиции в траншеи. Вдруг один из них услышал голос, который приказывал ему немедленно встать и отойти в сторону. Голос звучал, как обычная военная команда. Солдат автоматически ее исполнил. Через минуту по траншею ударил снаряд. Того, кто чудом остался в живых, звали Адольф Гитлер. Что за таинственные голоса он слышал? Чьи приказы выполнили? Фюрера Третьего Рейха называют воплощением антихриста. Но в пророчествах сказано, после него на землю явится новый князь тьмы. Антихрист, который превзойдет злодеяниями своих предшественников. Город Калининград. Во времена Третьего Рейха эта улица называлась Гиммлерштрасса. Жители города уверяют, это место силы. Здесь концентрируется невероятная энергия. Историк-краевед Сергей Трифонов выяснил. Накануне решающих сражений Адольф Гитлер несколько раз приезжал именно сюда. Фюрер словно просил у кого-то поддержки. Он приехал в 43-м году, подошел вот к этому месту, наложил руку на этот камень. У этой пирамиды 13 ступеней и 666 блоков. Зачем в Кёнигсберге когда-то увековечили число зверя? Неужели авторы этого монумента взывали к самому сатане? Считается, что пирамида не случайно была установлена именно здесь. В 22-м году, когда Кёнигсбергу исполнилось 666 лет, 1255 год рождения Кёнигсберга, была заложена и поставлена эта пирамида, как символ того, что Кёнигсберг никогда не будет взят. Здесь находился парад. И Гитлер, когда прилетал и приезжал в Кёнигсберг, он непременно посещал места Первой мировой войны. Мюнхенский военный архив. Согласно его сводкам, Адольф Гитлер в годы Первой мировой служил при штабе 16-го Баварского пехотного резервного полка. Как правило, штаб находился в нескольких километрах от линии фронта. Гитлер на передовой оказывался всего несколько раз. Но через какое-то время этот штабной вдруг стал вождем Третьего рейха. Как ему это удалось? Ближайшие соратники фюрера замечали. Гитлер контактировал с потусторонними силами. Остались сообщения и воспоминания к того же Раушнинга, который писал, что Гитлер в один из моментов вдруг стал кричать «Я вижу их, они здесь, они в комнате». Но это одно из свидетельств. На самом деле их было гораздо больше. Поговаривают, что и Ева Браун также присутствовала при таких моментах, когда Гитлер говорил, что он общается с великими неизвестными. Адольфа Гитлера называют воплощением антихриста, князя тьмы. Но он был не первым и не последним, кто хотел завоевать этот мир и поработить человечество. Еще в 16 веке Мишель Нострадамус предсказал, что на Землю явятся три антихриста. Большинство толкователей сходятся в мнении, что первые два – это Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Время Третьего антихриста еще впереди. Об этом сказано и в апокалипсисе, откровении Иоанна Богослова. Весна 45-го. Массовые бомбардировки немецких городов не оставляют Третьему Рейку никаких шансов. ССовцы спешно вывозят архивы Главного управления СС, секретные документы СД, служба безопасности Рейхсфюрера и все исследования тайного общества Аненербе. Архивы везут в Баварию и Селезию. В результате одна их часть попадает к американцам, другая оказывается в руках Красной Армии. Директор Института русской цивилизации Олег Платонов много лет работал в особом архиве КГБ. Изучал эти секретные документы. Перед нами список членов масонской ложи Острея, существовавшей в 1930-х годах в Париже. Это совершенно уникальный список. По этому списку существуют различные досье, по которым можно определить, когда тот или иной член масонской ложи вступил в нее и какое участие в ней принимал. Зачем эсэсовцам понадобились списки членов тайной масонской ложи? И какую ценность они могли иметь в разгар Второй мировой? Создать полный банк данных, собрать информацию обо всех оккультных обществах? Адольф Гитлер распорядился еще в 1933 году, сразу же после прихода к власти. В годы войны архивы масонских лож со всех оккупированных нацистами территории отправлялись в Германию. Цель была такая. Изучив методы деятельности масонских лож и тайных обществ, создать некую доктрину управления миром, полного контроля над миром. Управлять человечеством должно избранное меньшинство, а жизненное пространство для арийской расы нужно расширить. Знакомые призывы нацистской верхушки Третьего рейха. Но впервые эти лозунги прозвучали не с трибун, а в кругу посвященных. О мировом господстве мечтали члены самой влиятельной масонской ложи Германии – оккультного общества Туле. Оно действовало в стороне с 1918 года. Адольф Гитлер был хорошо знаком с идейным вдохновителем Туле, профессором Карлом Хаусхофером. Карл Хаусхофер рассматривал возможность создания новой расы сверхчеловеков, арийцев, путем оккультных манипуляций, создания великой сильной энергии, которая позволит арийцам, тогда в основном подразумевались, прежде всего, немцы, делать все возможное и управлять всем миром. Туле – название древнего острова. Он находился на севере и, по мнению немецких масонов, был прародиной предков нордических арийцев. Эта древняя цивилизация обладала высокими духовными и техническими знаниями. Заполучить эту мудрость масоны пытались с помощью оккультных практик и ритуалов. Гитлер-то, он же прикидывался и арийцам и все, он пытался взять энергетику, ну, свастику, допустим, все знают, когда взял обратную свастику, то у него, как у дурака, махорки поперла власть и деньги стали появляться, то есть энергию забрать, арийцам себе приписал. Во время оккультных ритуалов члены тайных масонских лож устанавливали контакты с теми, кого они называли великими неизвестными или великими учителями. Взаимодействовать с ними могли лишь масоны высшей степени посвящения – великие магистры. Еще тот же премьер-министр Британии Дизраэли, который жил в 19 веке, когда-то сказал, что хозяева истории существуют. Они наверняка есть, и я сам, как он говорил, встречался с ними. Для одних они появляются в материальном виде, материализуются, для других они являются так же, как нечто невидимое. Доктор экономических наук, депутат Верховного Совета СССР и депутат первого и второго созывов Российской Госдумы Виктор Медиков много лет занимался большой политикой. Он убежден, люди даже не догадываются, кто на самом деле управляет миром. За всеми завоевателями стояли могущественные кукловоды. Они готовят своих преемников, но обычно это детей и внуков, причем не всех, старших, как правило, специально. Все они знают тайны рождения, задумался чад рожденный, воспитан, как человек должен быть. И знают, как и чему учить, как эти знания передавать, не только знания, а и способности основные. Первое тайное общество, как полагает Медиков, образовали еще темные жрецы Древнего Египта. С тех пор пирамида стала символом их преемников, масонов. Тайные знания темным жрецам передали представители предыдущей цивилизации. Точнее, той ее части, которая пошла по пути бурного технического развития и порабощения всего остального мира. До последней всемирной катастрофы техногенщики жили на острове Атлантида. Их устраивала бурная деятельность, такая там властность и так далее. Вот эти люди, они ушли на южный, на экватор, вот где Атлантида была. Сейчас, в принципе, тоже нет уже споров, что она была и где была, и что от нее осталось. Ушли, ну и там вот это все. Дальше развивался вот этот мир технократический, как примерно у нас, что сейчас делается. Американская газета Weekly World News в одной из статей сообщается о сенсационном открытии. Французский ученый Антуан Лефевр исследовал эксгумированный скелет Наполеона. На проведение этих работ он получил правительственный грант в размере 90 тысяч долларов. В результате в черепе Бонапарта был обнаружен крохотный жучок, электронный передатчик. Но кто еще три века назад мог обладать нанотехнологиями для создания подобного микрочипа? Кто контролировал Наполеона? Если были, например, фараоны в Египте, то ими жрецы и управляли. Так, и Наполеон тут у меня нет никаких сомнений. Другое дело, там жучок, не жучок. Темные жрецы изобрели целый арсенал способов порабощения людей. От физического воздействия до психотропного оружия. Когда-то это избранное меньшинство установило рабовладельческий строй. А сегодня они используют суперсовременные технологии. Настало время, они создали финансово-кредитную систему. Так ведь и провели все это дело. Настало время доллар запустить. Запустили доллар. Настало дело Америку родить, например, время. Они взяли и родили ее. Ведь это ж глупость, если просто народ взял, сел и поехал, целый континент освоил и индейцев вытеснил. Хорошо организованных, хорошо живущих людей. Это проект тоже самый этих темных жрецов. В середине 20 века в США впервые заговорили о так называемых чипах или жучках. Людям эти устройства вживляли без их ведома и согласия. Все те, у кого под кожей, даже в черепе, обнаруживали микрочипы, в один голос уверяли. Это дело рук инопланетян. Что это? Это вопрос, конечно, очень сложный, неоднозначный. Те хирурги и те специалисты, которые вплотную занимались этим извлечением, изучением и так далее, ну, как правило, заявляют, да, это инопланетные технологии, мы таких штучек делать не можем. И, так сказать, этим ограничиваются, потому что дальше они не могут говорить. Это, в общем-то говоря, ересь по отношению к нормальной официальной науке. Извлечением инопланетных жучков в Америке занимается всего пять исследовательских институтов. Все находки медики тут же передают присутствующим на операциях наблюдателям, сотрудникам спецслужб. Еще в конце 40-х годов в Штатах была создана мощнейшая корпорация РЕНД. Она и сегодня управляет всеми научно-исследовательскими программами и разведоперациями. Корпорацию РЕНД они создали по аналогу института Геринга. То есть в процессе реализации этой программы принимали участие специалисты из структур СС и Люфтваффе. На сегодняшний день эта корпорация РЕНД и занимается специальными исследованиями в области инопланетного разума. Но какие сведения СССы могли передать американским спецслужбам? Это могли быть те самые оккультные знания, которые масоны хранили в течение столетий. Известно, что Гитлера интересовала даже деятельность средневекового ордена тамплиеров, существовавшего много веков назад. Этот орден, один из наиболее изуверских масонских орденов, стал образцом для подражания и Наполеона, и Гитлера. Особенно Гитлера. Еще раз подчеркиваю, что Гитлер восхищался деяниями тамплиеров и считал себя духовным братом этого ордена. Чем так привлек фюрера этот средневековый орден? Начало 14 века. Во Франции проходит следствие по деятельности тамплиеров. Вещественные доказательства и показания свидетелей подтвердили. Тамплиеры не только проводили черные мессы, но и совершали преступления во время своих оккультных ритуалов. Считали, что для них допустимо все. Они посылали, скажем, ловить девушек по всем возможным местам, которые жили там. Этих девушек собирали в свои подвалы и совершали там с ними различные ритуалы, связанные с надругательством. И потом их убивали. Некоторые из них спаслись, и они потом давали показания о том, что там происходило. Король Франции Филипп IV приговорил глав ордена тамплиеров к смертной казни. Последний великий магистр Яков Бернар Моле был сожжен на костре. А сам орден был запрещен. Уцелевшие тамплиеры бежали в Британию и Шотландию. Их наследниками стали члены новых масонских лож. Розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты. Они тайно продолжали совершать оккультные ритуалы. Наполеон, так же, как и Гитлер впоследствии, он очень интересовался деятельностью тайных обществ и масонских лож. Изучал их материалы, изучал кабалу, изучал документы, беседовал с самыми крупными масонами. И по некоторым сведениям и сам входил в одну из масонских лож, хотя это некоторыми людьми оспаривается. Но факт есть факт. Исследовав архивы европейских масонских обществ, Олег Платонов убедился. Адольф Гитлер фактически сам прошел все стадии масонского посвящения. И в результате фюрер Третьего рейха создал собственный тайный орден по типу масонской ложи. Он состоял, входил, был ближайшим соратником Карла Хоусхофера, входил в общество Туле. Так вот, в 1933 году на основании вот этого общества Туле, в рамках нацистской партии, была создана масонская организация, по сути дела та же нацистская масонская ложа, Анненербе. Она стала частью самого элитного подразделения немецкого СС. Посвящение в ряды нового тайного ордена «Мертвая голова» проходило в немецком замке Вевельсбург. Во время этого ритуала адептам вручали символический перстень, который украшали череп и кости. Именно череп и вот эти кости, они символизировали вечную жизнь. Потому что именно череп, он как бы подается наименьшей коррозии, он больше всех сохраняется. Именно поэтому они используются. В то же время Адольф Гитлер распорядился запретить на оккупированных нацистами территориях деятельность всех оккультных организаций и тайных обществ. Те, чьи имена находились в списках масонских лож Франции, Австрии и Германии, подвергались преследованию. Последователи Розенкрейцеров, Иллюминатов и новых тамплиеров должны были либо вступить в ряды СС и занять свое место в иерархии ордена, либо быть уничтожены. Мы должны признать, что масоны это все-таки мистическая организация, это не просто светский какой-то клуб для чаепития, все-таки у них мистическая составляющая. То есть мы видим на лицо ведение неких неявных между собой мистических войн. Причем не просто на уровне заклинания, я посылаю вам проклятие. Нет, эти войны были вполне конкретные, с конкретными жертвами, с конкретной гибелью людей. В империи, созданной Адольфом Гитлером, только руководство Третьего Рейха могло контактировать с потусторонними силами. Только фюрер и его приближенные имели право общаться с великими неизвестными. Они получали доступ к тайным оккультным знаниям, которые позволяли управлять человечеством. Гитлер был законченный оккультист. И не просто оккультист, а законченный сатанист. И по-другому здесь сказать нельзя. И вот тому, чему он поклонялся, тому поклонялись масоны, тамплиеры, общество Анненербе, которое стало, по сути дела, духовно-идеологическим центром нацистской Германии и вообще таким духовным оккультным центром при Гитлере. И он, естественно, участвовал во всех ее манипуляциях и ритуалах. Тюрьма Ландсберг, Бавария. 1948 год. К смертной казни приговорен Вольф Рамзиверс. Приговор штурмбанфюреру СС, одному из руководителей Анненербе, был вынесен на Нюрнбергском процессе. В обществе Анненербе, или наследии предков, занимались секретными проектами. Отправляли экспедиции на Тибет в поисках потомков нордических арийцев. На курсах биолокации развивали паранормальные способности. Проводили изуверские опыты по пребыванию людей в условиях разреженной атмосферы и по переохлаждению. Из всех руководителей этой секретной организации на Нюрнбергском процессе оказался только Зиверс. Он не имел отношения к научно-исследовательским программам, которые имели отношение к опытам над людьми. Он имел отношение только к научно-исследовательским программам оккультного толка, эзотерического и мистического. И, скорее всего, именно вот эта подоплека и сыграла огромную роль в его незавидной судьбе. Кто не хотел, чтобы мистические тайны Третьего Рейха были раскрыты? Известно, что во время допроса в Нюрнберге Вольф Рамзиверс начал рассказ об оккультной деятельности высокопоставленных эсэсовцев. Но его речь тут же была прервана. А из документов Нюрнбергского процесса впоследствии были изъяты сведения о мистических ритуалах и контактах с потусторонними силами, как якобы не имеющие отношения к делу. Кому было выгодно это молчание? Кто хотел использовать оккультное наследие Третьего Рейха в собственных целях? С 1946 года был запущен проект «Скрепка», согласно которому все ученые Третьего Рейха, находящиеся в концлагерях, тайно переправлялись в США. Около тысячи ученых таким образом были переправлены и защищены и от правосудия, и от преследования, и чьи знания стали востребованы американцами. Пилот Кеннет Арнольд 24 июня 1947 года пролетал над каскадными горами в штате Вашингтон. Во время полета он сообщил диспетчеру о девяти неопознанных объектах. Они словно преследовали его самолет. О небывалом для 40-х годов случае писали все американские газеты. Тогда впервые появился термин «летающие тарелки». А уже 2 июля весь мир узнал о событиях в Розвилле. Якобы местный фермер нашел куски, не то металла, не то фольги, трудно описать какой формы, и сообщил об этом на базу ВВС «Розвил». Там недалеко была база специального назначения стратегической авиации Соединенных Штатов Америки, откуда и прибыли специалисты. Вскоре о странных светящихся объектах и пришельцах стали сообщать и жители других стран. Что это? До Земли действительно добрались инопланетяне. Историк военной разведки Александр Рудаков убежден. Ни 50 лет назад, ни сегодня пришельцы нас не посещают. Все летающие объекты, которые наблюдают граждане на территории не только Российской Федерации, на территории всего земного шара, это постгерманские объекты. Это дело рук человеческих. Разработкой летательных дисков в Третьем Рейхе занимались ученые нескольких научно-исследовательских институтов. После окончания Второй мировой в мае 45-го все разведки мира включились в гонку за нацистскими секретами. Охота развернулась на территории Германии, Польши, Франции и Чехословакии. В 1947 году, после того, как стали появляться в небе над США летающие диски, и Конгресс США и руководство Соединенных Штатов Америки приняли решение по созданию закрытой научно-исследовательской группы, по аналогу германской группы Ананербе, которую они назвали «Мажестик-12». Почему «Мажестик-12»? Потому что в эту группу ходило 12 закрытых персон – адмиралов, генералов, сенаторов и ученых с большой буквы. Все они были масонами. «Мажестик-12» должен был контролировать, как происходит разработка и внедрение новых технологий, которые Соединенные Штаты Америки унаследовали вместе с архивными документами Третьего Рейха. Ученые немецких научно-исследовательских институтов были доставлены под контроль группы «Мажестик-12». Сама эта группа разместилась в штате Невада, на берегу Большого Соленого озера. Мало кто понимает, что это такое. Соленое озеро – это дейтерий, это природная тяжелая вода, основной компонент для создания ядерной бомбы. Вот на этом стратегическом месте была создана зона 51 – подземный, закрытый научно-исследовательский институт, где американцы стали изучать архивы и работать с учеными из Зондербюро-13 на территории Соединенных Штатов Америки. Сегодня уже доказано – в Америке нашли применение и оккультным разработкам нацистского общества «Аненербе». Исследования немецких ученых 30-х и 40-х годов легли в основу секретных американских проектов – «Артишок», «МК-Ультра» и «Синяя птица». Это весьма любопытные, но закрытые проекты, не так давно стало о них известно. Это проекты по превращению человека в растение, как сказал один из руководителей ЦРУ, говоря о проекте «Артишок». Это проекты превращения человека в зомби, превращения человека в матрешку, когда из одного человека несколько личностей вдруг появляется или вдруг в нем проявляется. Также это проекты по зомбированию человека и населения, и огромных масс населения. Подопытными в этих научных экспериментах с сознанием людей стали, сами того не подозревая, рядовые американцы. Остается только догадываться, сколько сотен, а может и тысяч мирных жителей пострадало в результате этих секретных исследований. Скажем, тот же наркотик ЛСД в рамках одного из названных проектов проверяли на обычных американских гражданах, в пабах, в барах, когда граждане даже не знали, что они употребляют, но при этом за ними следили. Также распыляли газ в пределах какого-нибудь города и наблюдали, что происходит с его жителями. За всеми этими проектами, по словам экспертов, стояли американские спецслужбы. Директору ЦРУ Алену Далесу были хорошо знакомы нацистские методы проведения научных экспериментов. Он применял их и в США. Крупнейший масон американский Ален Далес, впоследствии директор ЦРУ, и он как раз занимался секретными переговорами с представителями Гитлера. О чем Ален Далес мог вести переговоры с Гитлером? Через полвека стало ясно. Американские масоны оказали существенную поддержку Третьему Рейху. Фактически благословили Гитлера на начало Второй мировой. За спиной фюрера стояли финансовые воротилы и крупнейшие политические фигуры Запада. Почему-то ряд документов по предложению западной стороны не рассматривалось на немецком процессе. Почему? Потому что те люди, которые управляли западным миром в то время, они не хотели, чтобы их разоблачили в том, что они финансировали Гитлера. В начале 90-х в США не без труда удалось замять надвигающийся скандал. Журналисты обнародовали документы, из которых следовало, что отец президента Джорджа Буша-старшего, Прескотт Буш, еще в 1943 году был обвинен в сотрудничестве с нацистами. Оппоненты раскопали все это, но это не имело широкой общественной встряски. В Америке это заведено, что если сама Америка не участвует в чьей-то войне, то снабжать обе стороны вооружением, материально-техническими средствами и даже финансовыми, это нормальное явление. Америка стала мощной державой, вот именно заработав на Первой мировой войне. Во Вторую мировую войну Америка вообще сверх обогатилась. Обогатились прежде всего масоны, самые могущественные кланы этого тайного общества. Через полвека выяснилось, корпорация «Дебирс», связанная с Ротшильдами, снабжала Третий Рех техническими алмазами. Бензин поставляли Рохфеллеры. Финансовую поддержку оказали миллиардеры Варбурги и Кумбин. Они направили такое количество денег для поднятия промышленности, военной промышленности Германии, что позволило Германии после прихода к власти Гитлера за несколько лет заново переоснастить военную промышленность и создать самую передовую, самую мощную военную промышленность в мире. И Гитлер с некоторыми из них сам вел переговоры и благодарил их. Городок Бокаратон, штат Флорида. Здесь люди начали вживлять микрочипы с персональными данными. Первые добровольцы – Джефф и Лесли Якобс. Неужели сбылось пророчество из апокалипсиса? В священном тексте сказано, во времена Антихриста всем на правую руку будет нанесено число имени зверя. Воплощением Антихриста называли Наполеона и Гитлера. Но, согласно пророчествам, Третий князь Тьмы превзойдет их своей жестокостью. Кто готовит престол для Антихриста и приближает последние времена? Уже давно вынашиваются замыслы, как сейчас принято говорить, мирового правительства тайного, о чипизации всего населения и земли для эффективного управления этим населением. Идея этого родилась вовсе не вчера и вовсе не 20 лет назад, а очень давно. Специалист в области кибернетики и систем управления Валерий Филимонов уже несколько лет ведет борьбу с глобальной чипизацией, с присвоением людям имени зверя. Чипы уже вживили нескольким жителям Америки, Португалии и других стран. В России программа на начальном этапе. Уже сегодня четко просматривается это то, что эта система дублирует вот то, что описано апостолом Иоанном Богословом в Апокалипсисе. То есть вот эти идентификаторы присваиваются всем от мала до велика, как говорится. Вот в этом 16, 17, 18 стихах 13 глава Апокалипсиса богатым и бедным, свободным и рабам и так далее. Но может опасения все же напрасны. Электронный чип позволяет всегда иметь доступ к персональным данным и даже к электронному кошельку. Очень удобно. Вот только этот доступ будет не только у вас, но и у тех, кто управляет системой. В любой момент неугодного системе человека можно лишить доступа к любым материальным благам и информационным ресурсам. Это совершенно четко и однозначно. Очень просто заблокировать его номер или заблокировать его счет. Это очень серьезный момент. Можем ли мы доверять тем, кто строит эту систему? Глобальная чипизация – проект того самого избранного меньшинства, которому принадлежит власть над мировыми финансами. Известно, что 95% всех операций по безналичному расчету сегодня совершается всего через 3-4 глобальные платежные системы. Монополия очевидна. Кто командует? Вот система ЕМВ – два вида. Это Европей, Мастеркард и Виза. И второй – это глобал платформ. К этим, что я перечислил, добавили еще Американ Экспресс и ряд других платежных систем. Кто хозяин этой системы? Вот те же Ротшильды и Рокфельдеры. Новые технологии дадут возможность масонской элите управлять человечеством. В мире, где все покупается и продается, будет легко перекрыть кислород. Достаточно обнулить электронный счет, отключить биообъект от системы. В тотальной зависимости от хозяев мира окажутся не только отдельные граждане, но и целые государства. Технические средства позволяют напрямую поражать права, духовно порабощать и даже уничтожать конкретных граждан, отдельные социальные, этнические, религиозные группы, даже целые народы. То есть, по сути дела, идет речь о новом оружии массового поражения. Вот вырубить можно целый континент. И все. Серьезная утечка информации об этих планах масонской элиты произошла еще в начале 90-х. Тогда бывший сотрудник МИ-6, полковник Джон Коллиман, опубликовал серию магнитофонных записей. Он заявил, могущественная тайная организация уже правит миром. Всего 300 кланов, элита Великобритании и США, определяют ход всех политических процессов. А действующие главы государств лишь озвучивают решения, которые были приняты в закрытых масонских структурах. Ну, что такое та же там восьмерка, двадцатка? Понятно, что люди, которые там присутствуют, в том числе и наши, и руководители, и бизнесмены, они там не главные. Решение по двадцатке, по восьмерке прежде всего принимается в таких организациях, как Бильдербергский клуб, Римский клуб и другие. И принимается там, по международным вопросам, это трехсторонняя комиссия, там Совет по международным отношениям и так далее. Штаб-квартира Совета по международным отношениям находится в Соединенных Штатах. Создана эта структура была еще в 1921 году. Но одной из самых влиятельных масонских организаций она стала благодаря Алену Далесу, тому самому директору ЦРУ. Он дал, придал этому Совету по международным отношениям новую силу, новый импульс и создал из нее мощнейшую организацию, которая поставила задачу управления всеми возможными ресурсами, которые существуют в мире. И прежде всего осуществить перекачку ресурсов всего мира в сторону Запада. 2008 год. С 5 по 8 июня в штате Вирджиния, в Шентии, проходит очередное ежегодное заседание одной из масонских структур Бильдербергского клуба. На встрече присутствовали Дэвид Рокфеллер, президент Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, Кандализа Райс и другие ключевые фигуры мировой политики. На повестке встречи политика в отношении Ирана и цены на нефть. Бильдербергский клуб собирается и определяет цены на нефть. И тут же разразился в 2008 году, если вы помните вот этот вот кризис, как раз после того, как резко упали цены на нефть. Кстати, там в ту пору в качестве наблюдателя присутствовал и будущий уже президент Соединенных Штатов Обама, это хорошо известно. Обама в Шантии прибыл вместе с Хиллари Клинтон. В Америке приближались президентские выборы. По масонской традиции, именно в Бильдербергском клубе принимают окончательное решение, кто станет главой США. Это прерогатива узкого круга избранных, членов так называемого консультативного комитета. В него входят не больше 10 человек. В свое время накануне предстоящего избрания за благословением приезжали и Билл Клинтон, и британский премьер Тони Блэр. Как раз на заседание Бильдербергского клуба был вынесен и еще один окончательный вердикт. Людям пора вживлять микрочипы. Теперь уже ясно, к чему это приведет. Гитлер представить себе не мог, мечтать о нем не мог. Абсолютно тотальное управление обществом. Предлогом для вживления чипов по замыслу подчиненных масонам спецслужб должна стать борьба с терроризмом. Но как добиться того, чтобы люди променяли свободу на безопасность? 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты переживают самую страшную трагедию в своей истории. Американские СМИ сообщают, террористы захватили 4 пассажирских самолета. В Нью-Йорке рухнули башни-близнецы. В результате террористической атаки по официальным данным погибло около 3000 человек. Но могли ли арабские террористы обойти самую современную систему безопасности, созданную мировой сверхдержавой? Эти небоскребы рухнули не потому, что там какие-то арабы с ножичками для резки бумаги проникли на эти самолеты и навели их на эти небоскребы, что нереально совершенно, что они были взорваны изнутри. И вплоть до того, что более 150 известных архитекторов и строительных инженеров в Соединенных Штатах подали петицию в Конгресс. И доказано было это все. Группа американских инженеров и архитекторов действительно представила Конгрессу Соединенных Штатов сотни схем, чертежей и расчетов. Они доказывали. Башни Всемирного торгового центра были заминированы изнутри. Международный терроризм – это хорошо спланированная вообще-то компания под руководством спецслужб ряда известных государств. И есть еще у нас спецслужбы транснациональных корпораций. Они сейчас круче, чем всякие КГБ. Понимаете? Приметы времен Антихриста начали сбываться одна за другой. Значит, и до появления самого князя Тьмы осталось совсем недолго. В пророчествах сказано, к моменту воцарения Антихриста на земле будет восстановлен новый порядок времен – «Новус орда секлор». Эта сакральная фраза была помещена на однодолларовой купюре. Меньше чем за столетие, используя силу доллара, масоны установили свое господство. Неужели теперь они готовят престол для нового завоевателя? «Появится из Америки, захватит часть Западной Европы. Сначала свою столицу в Италии областную создаст. Затем перенесет свою столицу в Израиль. В это время начнется война, но согласно пророчествам одна Россия не попадет под власть Антихриста». Явление Антихриста предсказывали еще зороастрийцы, последователи одной из самых древних религий на Земле. В «Авесте» в священной книге зороастризма написано о демоне зла Ангромагию, который в будущем уничтожит большую часть человечества. Вообще, иногда некие кометы или астероиды рассматриваются в качестве таких посланников зла, которые могут погубить всю Землю. Там не рассматриваются люди. Слишком ничтожная величина. Рассматриваются некие космические тела. Так вот, астероиды, кометы, которые могут, допустим, упасть на Землю, вот они могут нести такую энергию зла. Так может, Антихрист это некая разрушительная комета? К тому же, астрономы действительно ведут наблюдение за гигантским небесным объектом. Он получил обозначение С2012С1. Заметили комету 21 сентября 2012 года, проводя наблюдение из обсерватории в районе Кисловодска. Сейчас она движется мимо орбиты Юпитера, а уже в конце года подлетит к Земле. Это может вызвать многочисленные землетрясения и цунами. Как считают толкователи пророчеств, всеобщий хаос несомненно приблизит воцарение Антихиста. Но сам он будет человеком. Он станет единым политическим и религиозным лидером во всем мире. Пока мы такого не наблюдаем. Но его, как принято говорить в православии, предтечи, его слуги действуют сегодня на наших глазах с целью организации единого наднационального глобального сообщества. Согласно православной традиции, Антихрист станет воплощением зла. Но внешность его действительно будет приятна и обольстительна. Другие религиозные традиции иначе описывает Антихриста. В исламе его имя Даджаль. Пророк Мохаммед в своих хадисах предупреждал. Вы должны знать, что он одноглазый. Даджаль появится на земле, которая называется Харусан. В древних пророчествах эту землю еще называют страной Магог. Северная страна Магог, это Америка. Множество пророчеств говорит о том, что Россия начнет все-таки войну, но с целью освобождения Израиля от Игоря Антихриста. Предупреждал об угрозе разрушительной Третьей мировой войны знаменитый целитель и прозорливец Григорий Распутин. В своих предсказаниях он предостерегал Россию от участия в этой грядущей глобальной битве. Он предсказывал, что три змеи ну это условно, три змеи видимо имел ввиду войны. Три войны прокатятся по Европе. Это первые две уже осуществились, это первая, вторая мировая война, третья предстоит еще пережить. Свержение правящих режимов в Тунисе и Египте. Гражданская война в Ливии и Сирии. Кто и зачем подогревает вооруженное противостояние в Северной Африке и на Ближнем Востоке? Эксперты считают, арабская весна и ее последствия это реакция Америки на усиление Китая, на его экономическое и политическое вторжение в этот нефтяной регион. Уже сегодня 60% ближневосточных нефтегазовых ресурсов уходят на развитие китайской экономики. Китай или обратит внимание на другие нефтегазоносные поля, ну, например, на севере, на северных территориях, то есть на российских территориях, или будет стоять перед необходимостью большой войны с Америкой. Китай нанес удар в самое сердце масонской системы. Юань изрядно потеснил американский доллар. Сегодня юань охотно принимают и в Латинской Америке, и в Австралии. А значит, господство доллара вот-вот придет конец. Аналитики прогнозируют, максимум через 15 лет Китай станет новым мировым лидером, а Соединенные Штаты будут вытеснены на второй план. И это в лучшем случае. Велика вероятность полного краха доллара. И тогда США ждет катастрофа подобная той, что случилось с Советским Союзом. Многие притрекают, американские исследователи прежде всего, и Линдон, Ларуш, Матерс, Чанг, и многие другие, что выход может быть только в Третьей мировой войне. А значит, кто-то должен ее развязать. Развязать Третью мировую может как раз тот, кого все называют Третьим Антихристом. Согласно пророчеством, прежде чем он появится, в Иерусалиме, на месте, где сейчас находится мечеть Амара, будет восстановлен древний Иерусалимский храм. Пока это кажется невозможным. Но в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке и эта примета может сбыться. В какой-то момент шальной ракетой мечеть Амара может быть уничтожена. Но неужели найдется тот, кто захочет взять на себя вину за гибель тысяч людей, жителей древнего города? Возможно, уже есть такой человек, который несет какое-то дьявольское разрушение, понимаете. Но его энергия, она должна умножиться на энергию масс, на энергию последователей, энергии сначала друзей, потом привкнувших людей и так далее. Военные действия с началом Третьей мировой развернутся прежде всего в зоне Персидского залива. Это не предсказание провидцев, а расчеты геополитиков. Давно планируемый американцами удар по Ирану нанесут израильские военные. Более того, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихид уже заявил, что Тегеран готов к войне с Израилем. Между строк читается готово прежде всего иранское ядерное оружие. Получается, как и сказано в апокалипсисе, тот, кто развяжет Третью мировую, сделает это, прикрываясь благими намерениями. К примеру, чтобы остановить ядерную программу Ирана. Фигуры, как Гитлер, сегодня не будет. Все же Америка живет и за счет доллара, и за счет того, что она изображает из себя демократическую страну. И, наверное, такую фигуру, как Гитлер, не воспримут в самой Америке прежде, в самих Соединенных Штатах. Антихрист явится на Землю, когда создание глобальной системы управления человечеством будет завершено. Правящие элиты объявят о создании мирового правительства. Он и возглавит это правительство. Какое-то время пройдет, и мы увидим, что вот уже на горизонте этот человек появился. Хотя, как говорит нам Слово Божие, нам нельзя говорить о временах и сроках, которые положил Господь в своей власти. и о дне том и часе не знают ни ангелы Божии, ни Сын, а только один. Может, этот божественный запрет и есть ключ к толкованию и пророчества? Если нельзя вычислить дату пришествия Антихриста, значит, она еще не установлена. Кто знает, возможно, предсказанное в апокалипсисе вообще не сбудется. И вместо глобального военного конфликта между мировыми державами найдется другой способ выяснить, кто сильнее. У некоторых пророчеств говорится определенно, что есть три пути развития осуществления этих пророчеств. Первый, как наиболее вероятно, представляется четко и ясно, а второй, как бы в тумане, а третий еще более размытый. Так вот, сейчас, видимо, все-таки человечество пошло не по худшему пойти. Природные катаклизмы, государственные перевороты и военные конфликты следуют один за другим. Похоже, что на земле действительно наступили последние времена. Но пока люди еще не превратились в биообъекты. А это значит, что каждый из нас может сам выбирать, кому стоит верить и за кем следовать. И антихрист, уже готовый войти в наши двери, может быть, снова отброшен в детство. Субтитры подогнал «Симон»